Снова в студии Утро на седьмом и мы продолжаем наш эфир. Мы говорим сегодня о стоматологии. У нас сегодня очаровательная гостья Светлана Олеговна Голубенко, стоматолог. Доброе утро. Так что если у вас есть вопросы о стоматологии, о том как не бояться, как правильно лечить зубы, как за ними ухаживать, обязательно звоните нам в прямой эфир и задавайте вопросы непосредственно нашей гости. Ну а если вы их не зададите, то эти вопросы зададим мы. Светлана, первый вопрос. Интересует нас, Оль, и мы сегодня в жилое утро его разбираем. Как не бояться стоматологов? Расскажите, пожалуйста, нам. Хотела бы еще пару слов сказать про сегодняшний день, про день стоматолога. Это является международным праздником, потому что кариес на сегодняшний день самое распространенное заболевание современности. Поэтому в 1984 году международное стоматологическое сообщество учредило вот этот международный день, день стоматолога, который мы празднуем в Украине с 93-го года. А есть какие-то особенные празднования? Как стоматологи празднуют день стоматолога? Вместе с своими любимыми пациентами. Ясно. Расскажите, вот почему все-таки боятся стоматологов и как идти без страха на такие процедуры? Люди боятся стоматолога еще с детства, поэтому хотелось бы сказать, что ребенок рождается без страха перед стоматологами, перед врачами особенностей. Этот страх приходит уже к нему в дальнейшем, когда начинает его водить в клинику и ему что-то не нравится. А что вызывает страх у ребенка? Поэтому хотелось бы, страх вызывает первое, это белые халаты. Ребенок боится белых халатов, это первое, поэтому стараются в клиниках какие-то другие одежды придумывать, чтобы это не смущало маленьких детей. Поэтому первый визит к стоматологу, ребенка к стоматологу является самым главным, от которого зависит все дальнейшее. Поэтому несколько советов к родителям хотелось дать. Приведите ребенка к стоматологу заранее, лучше в первой половине дня, после сна. Он должен выспаться, покушать, он не должен болеть или находиться после болезни. Необходимо отменить прием, если ребенок устал, заболел или просто не выспался. С ребенком должен приходить тот член семьи, который сам не испытывает страха перед врачами, потому что ребенок очень чуток, ему может передаться этот страх, и он сам начать бояться. Не стоит испытывать, перед ребенком говорить, что не стоит бояться, врач делает больно, укол, сверление, бормашина, это вы все, наверное, знали. Стоит наоборот говорить, что врач посмотрит зубки, потрогает их, помоет, а после этого будет подарок. И зубную щетку подарит. Ну, позвонился телезритель, который хочет задать вам вопрос. Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, у вас есть вопрос к нашей гости. Да, хотела бы задать такой вопрос. Вот протез лопнул. И можно ли его чуть-чуть подремонтировать? Да, конечно, протез можно восстановить, в зависимости от того, сколько лет вы носите этот протез. Это все надо видеть воочию, необходимо записаться на консультацию в клинику, и ваш доктор все вам расскажет. То есть протез можно восстанавливать, да? Возможно, да. Ну, отлично. Я думаю, наш телезритель получил ответ на вопрос. Мы продолжаем общаться. Расскажите, как все-таки ухаживать за зубами так, чтобы не попасть под какие-нибудь сверления, бормашины и прочие неприятные процедуры. Мы сегодня с Олей читали такую информацию о том, что можно даже вот народными способами ухаживать за зубами, втирать сок подорожника и есть чеснок. Помогает ли это? Кто-то раньше так делали. Раньше так делали, понятно. А как сейчас правильно ухаживать? Главное – это профилактика. Правильная чистка зубов. Необходимо чистить зубы два раза в день, утром и вечером. Детям необходимо чистить еще до появления первых зубов. Протирать марлечкой полость рта ребенку. После этого с появлением первых зубов необходимо уже приобрести щетку, пасту, все по возрасту. То есть главное – это профилактика. Все может быть изменено благодаря грамотно подобранной профилактикой. Как правильно все-таки чистить зубы? Мы читали о том, что важно и три минуты чистить, и нельзя использовать всяческие новомодные щетки, только классические. Как все-таки правильно чистить? На самом деле чистить нужно действительно две минуты. Щетка, паста подобраны специалистом должны быть. Это в первую очередь. Также электрические зубные щетки очень неплохие. То есть мы очень рекомендуем эти щетки, особенно нашим маленьким пациентам, которым сложно еще держать и владеть мануальными навыками, чистить ручной зубной щеткой. Очень неплохой вариант. Также дополнительные средства гигиены, такие как зубной флосс, зубная нить, ирригаторы, также способствуют профилактике. А вы верите в народную медицину, что народными средствами можно тоже как-то поддерживать гигиену полости рта? Да. Поддерживать можно. Поддерживать, но не исцелять. Да. Какие самые распространенные проблемы, с которыми сталкивается стоматолог? Первая проблема – это, конечно же, кариес. Главная проблема. Среди всех хронических заболеваний, особенно у детей, кариес носит первое место. Первое – это кариес. После этого идут кариозные осложнения. Это пульпиты, воспаление десны, периодентиты и так дальше. Как вообще понять, что у ребенка, у человека начинается кариес? Только нужно заглядывать периодически в полость рта, смотреть, почернение наблюдается или не наблюдается, или как-то еще можно определить? Необходимо к нам обращаться раз в полгода. И доктор сам выявит все проблемы и скажет, как бороться с ними, если это необходимо. То есть обязательно посещение раз в полгода стоматологам? Да. А маленьких деток раз даже в три месяца. Как экстренно унять зубную боль? Ну вот не удалось записаться на следующий день и жутко болит зуб, и все никак не справишься. Как в домашних условиях облегчить себе мучения? Ну или медикаментозная терапия, то есть какие-то лекарства, которые убирают зубную боль. Если это уже периодентит, то есть болит, отекает что-то, как вы знаете, все флюсы, да, всем знакомые с картинкой. Солевое полоскание. Питание как-то связано с тем, здоровые зубы или нет? Нужно кушать какие-то особенные продукты? Да, конечно. Питание должно быть сбалансировано по составу, витамины, углеводы. Углеводы должны быть в малом количестве, потому что это главная питательная среда для бактерий, патогенных. Также необходимо включать в рационную пищу твердых сортов, то есть это фрукты и овощи. Недопустимо кушать только измельченную, перемолванную пищу, детям давать и длительное время смеси, бутылочное скармливание ночное, все это недопустимо. Побольше фруктов и овощей. Какой самый полезный продукт для зубов? Яблоки, наверное. Говорят вот с детства, что нужно кушать много творожков и так далее. Творог это кальций. То есть все усваивается прямо вот сразу зубы. Вот я знаю, все увлекаются отбеливанием, все хотят самые белые, самые красивые, самые чистые зубы. А как в домашних условиях сделать свои зубы чуть белее? Ну в домашних, наверное, это будет не совсем правильным методом. Различные вещества использовать, которые могут поцарапать нашу эмаль и вызвать потом ощущение чувствительности на холодное, горячее, кислое. Поэтому необходимо тоже записаться на прием к нам, к стоматологам, и мы дальше уже поможем вам. То есть это будет или профессиональная чистка зубов, отбеливание до естественного цвета, или профессиональное отбеливание. То есть с помощью специальных веществ отбеливание больше, чем естественный цвет, белее. Как голливудскую улыбку делаем. Как правильно выбрать зубную щетку или зубную пасту? Такое изобилие в магазинах, что теряешься. Как все-таки сориентироваться? Есть разные степени жесткости зубных щеток, средние, жесткие. Да, в основном среднестатистическому человеку без особых проблем с деснами, с зубами, подходит средний вид жесткости щеток. Детям рекомендуем мы мягкую жесткость. Детям и пожилым людям, или людям, у которых кровоточат десны, проблемы с деснами, мы рекомендуем мягкую жесткость. А жесткие щетки кому предназначены? Не знаю. Не знаете? Многие дети очень не любят чистить зубы. Как все-таки с этим справиться? Как справиться? Необходимо, чтобы родители вместе с детьми на своем примере показывали, как правильно чистить зубы. Ребенок это будет видеть, это превратится в увлекательную игру, и это больше поможет ему, чем страшные истории про коррозных монстров. То есть, если они вместе с родителем будут чистить зубы, без всяких скидок на лень, занятость и усталость. Здорово. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Олеговна Голубенко, стоматолог, которая рассказала нам, как все-таки сохранять свои зубки в чистоте, что нужно часто ходить к стоматологу, не бояться этого дела, потому что всегда вам только хотят помочь, и все страшные эти бормашины, это все сказки, и все на самом деле проходит безболезненно. И хорошо, если вы все-таки следите за своими зубами. Ну а мы поздравляем всех стоматологов Украины с сегодняшним профессиональным днем, желаем побольше, наверное, нет, поменьше все-таки больных, и чтобы у вас сияли, так же, как и у больных, вернее, уже потом вылеченных больных, здоровых, улыбки на лицах, чтобы вы никого не пугали бормашинами. Вот, а наоборот, к вам можно было приходить с радостью и большим удовольствием. Спасибо. С вами было Утро на седьмом, Богдан Швец, Ольга Швак-Городская, мы с вами увидимся завтра, послезавтра, смотрите нас каждый день, всего вам хорошего, самого замечательного, хорошего дня, пока-пока. Пока.